Давайте попробуем средствами доступными в редакторе Аниматрон. Разберемся с вопросом, как надо стрелять из пушки, из ружья красной пулей, для того чтобы попасть в яблоко, которое в момент выстрела начинает падать. Пуля полетит, яблоко сразу начинает падать. И разберемся с чего из этого вопроса. Радиус вектор пули, который полетит, будет зависеть от начальной скорости, которая будет направлена вдоль линии с линяющим ствол ружья и яблоко. Будем считать, что ствол ружья маленький. Плюс gt квадрат пополам – это из формулы для равноускоренного движения в поле сил тяжести. Если мы рассмотрим проекции на ось Х, то видно, что интервал вдоль оси Х дельта Х за одинаковые промежутки времени дельта Т будут одинаковы, потому что проекция начальной скорости на ось Х в ноль Х – это константа. А что будет происходить с осью У? Вдоль оси У зависимость сложнее получилась. На первой секунде, на первом интервале дельта Т, дельта Y1, у нас получится gt квадрат пополам, но на всех остальных интервалах времени Т у нас будет расти квадратично. Поэтому следующие интервалы дельта Y и Т будет больше, чем первый интервал дельта Y1 в и квадрат раз. Сделать такие заготовки. Первый интервал – одна клеточка по вертикали дельта Y1, дельта Y2 – это 2 в квадрате будет 4 клеточки, 3 в квадрате – 9 клеточек и 16 клеточек. Как у нас будет происходить движение вдоль оси У? Здесь написано дельта Y только за счет вот этого слагаемого скорости. Первое слагаемое, направленное вдоль оси Y, мы учтем, нарисовав вот эту траекторию прямолинейную. То есть будем считать, что пуль летит прямолинейно и к ней на каждом интервале добавляется вниз вертикально. Вот такая дельта Y1, 2 и 3. Все интервалы вдоль оси Y у нас одинаковые. Мы их сейчас сюда и поместим. Первый интервал времени, второй отрезок времени. Это уже дельта X даже, не отрезки времени, а дельта X. Вот эти дельта X. Сейчас за первый интервал времени сместится у нас тело относительно наклонной линии на одну клеточку вниз. Первый интервал времени один. Тело у нас сместилось... Оно было бы вот здесь, а будет на одну клеточку пониже. И на границе после окончания голубого периода и красного. Четыре клеточки надо будет вставить на вот этот интервал времени. После второго тело оказалось у нас... пуля оказалась вот здесь. Третий интервал времени. Третий интервал времени. Надо нарисовать теперь 9 клеточек. В конце третьего интервала поле окажется вот здесь. И в конце четвертого интервала поле окажется... Вот в этом месте, где оно нарисовано вместе с яблоком. Теперь надо нарисовать яблоко. Первый интервал времени. Яблоко находится здесь. В начале координат, оно находится вот здесь. Тут оно спустилось немножко. Второй интервал времени, оно уже уйдет на 4 клеточки вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Чуть-чуть пониже. И, наконец, четвертый интервал времени. Вот тот самый, который нам нужен. Проверим, что получилось. Нарисовано в вымышленном масштабе времени. Потом видны резкие изгибы траектории. Переломы. То есть тело не летит по прямой, оно летит по сглаженной траектории. Но мы сейчас на такие мелочи не будем обращать внимание. Главное, что мы разобрали идею. Чтобы сбить, чтобы попасть в такое яблоко из ружья, надо прямой наводкой через сквозь дуло посмотреть и увидеть там яблоко. И вот так и стрелять. За каждый интервал времени и пуля, и яблоко будут опускаться вдоль из Y на одинаковое расстояние. Поэтому они обязательно встретятся. Тути Тути Тути